Женя едет во Францию. Путешествие. Первое путешествие во Францию. Бомжор. Кто-то во Францию приехал. Путешественники. Смотрите, глаза голубые, ты видел? Всем привет, мы уже сто лет не снимали видео и вот решили с Кристиной выбраться немного отдохнуть. Приехали с нашей жаркой Испании во Францию. Я, кстати, последний день немножко приболел, горло чуть-чуть так подбаливает, но вроде себя чувствую более-менее нормально. Вот наш дом, в котором мы должны будем жить эти четыре дня. И за это время у нас, конечно, много чего произошло, приезжала бабушка с тетей. Мы проводили время вместе. Конечно, очень грустно то, что ей пришлось уехать в Америку. Тетя как раз вот приехала с Америки и ее забрала туда. Но, в любом случае, мы провели очень хорошо время вместе. Ходили гуляли по набережной. Бабушка со скандинавскими палками тут делала спорт у нас. Время, кстати, очень быстро пролетело. Тетя приехала буквально на чуть больше недели и мы не виделись уже очень-очень большой промежуток времени. Кстати, она приезжала вот к нам, по-моему, в 2018 году. То есть уже четыре года прошло. Женька? Женя? Женя? Аааа, что тут у нас? Мама, где? Что тут у нас? Мама, где? Ну че мама? Что там у нас? Вообще мама не нужна. Что там у нас? Не мама, никто ей не нужен. Все, заснул? Ну да. Человек уснул? Буф-бух, ты че? Нет, это архивный выпуск «Бабушка и ББшка». А где папа? Где папа, Женька? Папа, где? Проба лимона. Первый раз ввезли. Что это такое? Я думала, мы не оремся. Дим, продолжай снимать. Продолжай снимать. Слушай, осмотрится, осмотрится вот тянется. Аня тоже смотрится. С節дна в треτ movements. Аня тоже смотрится. Горько. В таинственном. Глянь даже в доме не? Но также смотрится вот так. Все связi они неemas к музыкатьilerу, а самостоятельно в breadе tourist. Ты видел? У Spitкового. Тянет нет. Дử poses здесь. Тянаróis 100 лет. Уprendется fruition? лезть под шторами. А что комментарии по этому поводу? Ветер очень сильный, но мясо красиво. Ну всё. Твой паспорт. Вот как выглядит наш домик. Кристина меня уже тянет куда-то есть. Не успели приехать, даже не дало мне отдохнуть. Ну, Кристина, надо у тебя куда-то сразу ехать. Я нашёл место по карте с хорошими оценками. Мы пришли сюда. Кристина взяла, не знаю, по-моему, яйцо какое-то с беконом. Чё, как тебе? Да? Угу. Женя коммуницирует тут с французами. Привлекает внимание. Что это означает? Хе-хе-хе. Смотри, что на тебе. Так, ну вот нам принесли утка в... Эта утка в чём? В Кляре? Или как её называется? Карамелизированная утка. Карамелизированная утка. А Кристина взяла себе вот такие кальмары. Вроде прикольно смотрится. А малышка взяла у нас трубочку. Дай кусочек тоже. Чего? Мясо, мясо, мясо. Кристина, жопарди. Что? Жопарди. Смотрите, какой туман. Чё с погодой нам не повезло. Тут всегда такая погода. Идём отдыхать. Сегодня приехали поздно. Пять часов пути от нашего города. Нужно набраться силы. Завтра с утра нам хозяин сделает завтрак с кофем, с курасанчиком. Уже можно будет куда-то поехать, что-то посмотреть. Прям холодно болит. Всем доброе утро. Мы приехали в Синему. Смотрите, кинотеатр. Как вам? Такое место. Такая площадь. Никого вообще нет. Чё, Крисин, как твои впечатления? Шикарно. Залбел. Шикарно. Обалдел? Ну, почему-то никого нет. Чё, может, пошли посмотрим, какие фильмы на премьере. Это парк Юрского периода. Можно пойти. Сегодня проснулись в 9 часов утра. Мы поснимали наш божественный завтрак. Он реально был очень крутой. Но там было много французов. И как-то было неудобно снимать. Вообще кайфую так путешествовать, когда вообще никого нету. Ты ходишь. Один. Природа. И самое важное то, что не жарко. Единственное, конечно, если бы я не заболевший был, то было бы вообще супер. Да, Женя кайфует больше всех. Спит везде. Мы зашли в такое место прикольное. Ски-бар. Кстати, значит, тут где-то недалеко горный курорт, да? В подъемник. А, серьезно? Здесь подъемник? А, точно. Офигеть. Подъемник, вот. Так мы, оказывается, в горнолыжном горе. В городе, правильно? Да. Прикольно. Взяли вот кофе. За 3,31 чашка. Ну, дороже, чем у нас. Не, ну хотя, слушай, тут большое. В принципе, так же, да? Интересно, когда ты остаешься ночевать у кого-то в доме, то есть там французы были и как-то необычно с ними было коммуницировать, потому что, когда ты не понимаешь язык и не знаешь их язык, то сложно как-то что-то объяснить, но в итоге мы как-то с горем пополам на испанском, на французском, на английском, что-то понимали между собой. Но интересный такой опыт в сравнении с тем, как мы остаемся где-то в отеле ночевать, а именно так в семью приехать это было необычно, но прикольная своя атмосфера. И иногда круто попасть именно в культуру с другой страны максимально, влиться. Ну что, мы приехали в национальный парк, Кристина оделась так как надо, клешевые штаны. И нам предстоит, сколько идти. Час 10 где-то так. Так, ну что, и шел. Я не знаю, сколько часов мы поднимаемся. Час, наверное? Угу. Мы увидели бобра. Да, мы увидели бобру, бобру. И он убежал. Где-то тут бобр был. Ну, рядом, конечно. Но он туда убежал. Ну что, мы это сделали? Да. Ну, не так. Раз проснулся человек. На новом месте. Ой, 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 что там? Ну не подходи, не подходи. Сейчас он просто раздуплится. По-богу. И потрогай травку. Смотри травку. Смотри, цветочек. Желтый. Желтый цветочек. Вот. Потрогай пальчиками. Папа. Да? Хи-хи-хи-хи. Смотри. Угу. Видишь, он там вот такой белый? Ну, вижу. Ну, красиво. Идем на этот луч. А? Ну, Кристин, может там что-то лежит. Как ты знаешь, клад подсвечен. Так же обычно клады подсвечивает. О, смотри, еще одна улитка. Их много. Прям одинаково. Я пердоль. Вот это бобер, конечно. Бобер, курва. Что, хочешь себя сфотковать возле домика? На наш домик? Нет. Что ты просто на наш домик путаешь? Наш доме. Такие цветы прям. С нашего домика. Все, приехали мы уже на нашу локацию обратно. Этот дом, кстати, 1854 года. Представляете, какой старый. Тут классно, я думаю, кофе пить. На бассейне челить. Градон сейчас закрыт. Что вот так выглядит завтрак. Сегодня получилось поснимать, никого нету. Кроме нас. Хе-хе. Малышка сидит. Кристина делает бутерброд. Что, с каким аренем будешь делать? С абрикосовым. Вчера я пробовал. Где она? Где она? Как понять, где там абрикосовая? Вот это вот. Вот это? Расскажи, по какой ты полосе идешь. Мой дядю, по которой шагала девочка, увидевшая святую Деву Марию в пещере. Да? Прям в пещере она ее сдала? Да, да. Она сказала, что она была непорочной дочатой. История мы начитались. В общем, там священники сказали, как эта девочка могла узнать о таком. Кристина прям спец рассказов. Вот эта полоса, где эта девочка ходила каждый раз в эту циркушку по этой дороге. Соборы идут. Ага. Да, мы в Лурге. Да. И получается там святая вода. Живой дочь. Сюда приезжают разные паломники с разными болезнями. И исцеляется это огромное чудо. Ну, зашли в ресторанчик. Вон, как он называется, сзади написано. Элеонор. Недалеко от этого собора Кристина взяла со мной суп. Суп из лука. Ну, что, как он? Вкусный. Мы здесь были в этом кафетерии и брали пирог. Но как раз когда он закрывался. В прошлый раз, когда мы сюда ездили с друзьями. Да. Ну, что, как тебе? Топовый? Угу. Вкусный очень. В такую погоду, кто кулаковый суп и кушает. Ну, что, пойдем на свечи смотреть? Угу. 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 Приехали мы уже к себе домой и тут встретила у нас собака, хочет играться с нами, смотри, смотри, что там, смотри, смотри, вон, там, там, давай, давай, ну дай, дай сюда, ну дай сюда. Ой, а что это у нас? Ух ты, это тихо, а еще, она тут главное лягла, смотри, хитрожоп такой, а я вот этот заберу, хочешь? Я могу быстро забрать, смотри, все, у меня лучший шарик, а я вот этот заберу, оба. Все, помчалось. Ну, смотрите, путешественники, Кристина тут, да, пить водичку, и кто-то не спит, кто не спит. Малышка видит, малышка видит ням-ням, очень много ням-ням, кто-то голодный, да? Жень, ты хочешь кушать ням-ням? Ням-ням, вот мы взяли себе перекус утренний. Что-то дашь ей что-то покушать еще? Что, Кристина, ты рада, что ты едешь в Италии? Ну, очень странное ощущение, потому что, когда я очень хотела начать путешествовать, я не могла путешествовать, и тогда я могу уже путешествовать, как-то у меня уже нет такого огромного интереса, как у меня. Это странное ощущение, как будто ты уже получил то, что хотел, и уже потерялся. Все, мы уже прилетели, кто-то хочет билетик забрать. Взяли сразу на автобус билет, чтобы нас довезли. В принципе, в наш отель мы можем там дойти пешком, так что супер-изи. И если берешь туда-назад, сразу билет, то типа оно на 4 евро дешевле выходит. Боже мой. Ой, вообще, sleepy time хочется, да? Мы целую ночь не спали. Тебе не хочется? Ну, как так? Тебя потом вырубит? В чем твой секрет? Угу. Малышка все другое проспала просто. Она вообще, наверное, даже не поняла, что уже в другой стране. Я говорю, что? А что, изменилось? А тут розочку, смотрите. Как тебе первое впечатление? Очень позитивное. Смотри, как они украшены, Кристин. Так, на что вот заселились мы в наши апартаменты художественные. Так выглядит зал. И тут, получается, комната. Ну, миленько. Сейчас смотрится шкаф. И тут еще есть второй этаж с таким прикольным окошком. Ну, короче, такое. Вот такие вот дела. Я хочу спать. Я пойду поспать. Да? Этот Бобух не хочешь спать? Вышли с Кристиной в магазин. Вот нашли какое-то, называется, как-то куп. Смотрим, что тут за цены. Ну, что, цены как отличаются от наших магазинов? Мне кажется, что здесь не сильно дорого. Не сильно дорого? Ну, во Франции было намного дороже, когда мы были, помнишь? Хочу бороться съесть. Ну, давай. Чего тут точно больше, это видов пасты. Смотрите, сколько. Прикольно, даже. Не видел такие в Испании. Супер тоненький. Нашли такое уютное местечко, где иногда проплывают вот эти гондолы. Еще мне понравилась вот эта дверь. Смотрите. Просто кусок двери, непонятно, как будто кто-то отгрыз. Мы сделаем сейчас перекус. Он уже Женя приступил. Кристина, лучший повар итальянской эстрады. Что у нас на итальянский буратас. А потом паста будет. Уже вечер, вычерело. Стало сразу прохладнее. И скоро наши приедут друзья тоже к нам в этот отельчик. Так что мы их будем ждать. И Жене нравится эта коляска. Она тут чувствует себя расслабленной. Всем доброе утро. Наступил следующий день. И мы сели в катер. Это катер называется? Или как это называется? В общем, лодка какая-то, баржа. Это было самое другое решение, которое можно было сделать. Мы едем в центр на ту площадь, в которой мы вчера были. Мы туда шли 20 минут. Мы в этот раз решили поехать вот на этом замечательном судне, которое стоило 7,50 человека. И мы уже ждали его где-то минут 20. И сейчас вот отъехали первую остановку. Это все очень долго. Короче, не берите этого. Все из-за вот этого человека. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как выглядит венецианская романтика. Вкусный десерт, водичка. И такой вид. Вообще кайф. Лучшее место на кресте. Как обычно, мы любим. Да, и еще везде плавают на кондолах. Мне кажется, у нас даже романтичнее сидеть, чем кто-нибудь плавает. Ну да, так наедине нет толпы вообще. Кайф. Шляпа гондольера есть. Бубашки, шляпа гондольера. Ну ты одень, это я не выдам. Ну ты одень себе. Смотри, тут уже дорвались до водички. Ну зачем, сейчас по-нау плывет. А мы останемся без воды. Нет, нет, нет. Он, кстати, гондольер поплыл. Бабачка! Зашло к концу наше путешествие в Венецию. Мы, наверное, немного разучились снимать влоги, потому что снимали не всегда, потому что просто забывали иногда снимать. Но что получилось, вот как получил. Сейчас ждем нашего автобуса в аэропорт и уже через пару часов будем. Но наконец-то. Тим, пару слов о Венеции, что скажешь? Мне очень понравилось и всегда очень грустно выезжать. Из какого-то места, к которому ты уже адаптировался, потому что за несколько дней ты уже привыкаешь... Ну, как будто дом твой, да? Да.